Было больше 20 градусов тепла, как мне подсказали коллеги, на арене Санкт-Петербург около плюс 18. Великолепное условие для зрителей ожидается на этом матче. Почему не отшлаг? Ну, очень просто, все-таки поздновато, будний день. И хотя матч с одним, все будет готово к началу этого товарищеского, очень важного для сборной России матча. Мы сыграли уже одну встречу с топовой командой. Ну, вот так вот, все равно, действовать перед своей публикой. Но это все из тактической точки зрения вполне оправданно и очень интересно. Кузяев, 19-й. Перед ними еще два человека. Вот сейчас хороший момент. Загоев опускает мяч вниз, падает. Но итальянский арбитр, а именно играть поярче в атаке. Толчок, конечно, в спину был, но вряд ли его забило Аргентине несколько мячей. Правда, там и аргентинцы тоже изменения в стартовый состав внесли достаточно существенно. Гораздо активнее, чем в игре против Аргентины. Начали действия в атаке. Хорошее забегание. Жирков, прострельная передача. Подбор можно пробить. Кузяев! Ведет не только технико-тактическую, но и психологическую тоже. Сейчас, наверное, эксперт полузащиты и обороны. Ну, гениальный пас инъест. И, конечно же, разрезает он нашу оборону в одно касание. Марко Асенсио в штрафной площади. И ответ. Хави, он же Чави. Та самая полузащита, которая блистала все предыдущие сезоны. Смолов едва не дотягивается до мяча. Опять хорошая атака на шоком голову. И обводит очень здорово двух игроков. И Пике, в частности, великолепный пас Смольнику. Просто великолепно исполненный. Но, Федя, чуть почувствую на секунду. Тьяго Алькантры. Еще у него есть один двоюродный брат. Уже настоящий бразилец Рафини. Испания в атаке. Подача. Опасный момент. И, пожалуй, сколько выверенная передача. С левого фланга идет строго в зону между двумя центральными защитниками. Между которыми коридор. Хоть защитников в центре трое. Однако свободная зона. И вот оно исполнительское мастерство. Общиграть на такующий футбол. Не забывай об обороне. Смольников дает подать. Ну и дальше просто не разбираемся. В обороне здесь кто и какая команда едет на чемпионат мира в статусе главного фаворита. Как занесло ДХ. Ну, теперь нужно думать об обороне. Такая пока достаточно открытая получается игра. Очень технично и здорово играет Родриго. И конкретно у него больших матчей совсем нет. Ну, на самом деле, как и у многих игроков на шкаф. А вот такой сложный момент. Тот самый вариант Берри продолжал действовать в качестве центрального нападающего. Именно таким образом, что действительно случайных команд на чемпионате мира практически не может быть. А вот и пенальти ставит лояльно по отношению к хозяевам. Игра действует арбитр. Давайте смотреть. По-моему, это назвал Андрея Лунева. Мог ли Андрей Лунев пару лет назад представить себе вот это? Не угадал. Гадал, гадал. И не угадал. Андрей Лунев. А мало ли что, придется выходить играть в следующем летом. Поймал Рамос в основной галкипер Зенита. Сегодня, я думаю, что правильное решение Станислава Черчесова. Акинфеев блестяще сыграл против Аргентины. Никаких вопросов. Это было неплохо. И Алан Загоев разогнал атаку нашей команды. А это Кузяев, а это неплохо. Не та нога. Бас. Смолов. Ну, решается Федор. Матников мирового футбола, лично Серхио Бускеца, человека, о котором Хусеп Гвардиола, уходя из Барселоны, сажает кого на пятую точку? Одного из лучших. Нравится взять и ворот. Давайте смотреть и получать удовольствие. Потому что это было сделано здорово. Передача Кузяева. Кузяев Смолову. Смолов Миранчуку. Миранчук Смолову. Вот играть в футбол надо так. Не бояться атаковать. Бить. Молодцы. Забили гол. Здорово, здорово. Жирков прошел по благу. И после рикошета, да, там случайно, не случайно, где-то уже не важно, скачал Миранчуку, который сравнял шесть. Забиваем быстрый гол на втором тайме. Сейчас посмотрим. Миранчук таким образом гол плюс пас. Записывает хорошая заявка на то, что и дальше быть в обоиме у Станислава Черчеза. Но он, Миранчук претендует на место в основном составе. Вот, смотрите, что здесь произошло. Произошло, что не побежали за... Во-первых, Сау после аута не побежали за Жирковым. По-моему, это Каехон не добежал. Жирков прошел до лицевой линии. Пострелил, да. Рикошет в нашу пользу, так скажем, случился. И Миранчук уже забил. Видите, от ноги мяч отскочил обратно в Жирково. Да, да, не важно. Отчего отскочил в поле и Миранчук использовал это. 2-2. 2-2. Счет становится на 52-й. Рамоса и вновь он забивает. Ну, у него вновь пытался как-то на него давление оказать. Но похоже, что на Рамоса все эти штучки не действуют. И забивает от гол. Хотя и второй педаль тоже не звал. Но пока у нас вопросы. Огромные, честно говоря. Меня вызвало. Это огромные вопросы, честно говоря. Да, но если бы Валерий Киркевич сейчас был тренером, тоже был. Еще больше вопросов. Вот падает. Падает Сергио Рамос. Валит еще и Джики. Кудряшов, да, держал. Кого-то держал. Но я так понимаю, что с пенальти как раз был на Джики. Вернисвестный судья. Ну что, играем дальше. 3-2 в пользу сборной испании. Второй уже пенальти в нашем. Может быть, после ушиба на Денису и тяжело. Все 90 минут играть. Но, конечно, со стороны мы судить не можем. О степени готовности того или иного футболиста. Поэтому предлагаю просто это не обсуждать. А вот момент. Ну как же так, дорогие мои. Футбол нам не показали. Блистательный гол Федора Смолова. Потрясающий гол Федора Смолова. 3-3. Россия играет с одной из лучших команд мира. С чемпионом мира 2010 года. И Федор Смолов творит чудеса. Как же так сейчас режиссеры зевнули, а? Причем отбор мяча. Антон Миранчук. Кокорин. Смолов. Бабах вынимает. 3-3. А это молодцы. Ритмует стадион Санкт-Петербург. Почему это только стадион Санкт-Петербург? Санкт-Петербург. Продолжение следует...